Всем привет! Меня зовут Лиза. Я сейчас жду своего друга на утренний такой дневной кофе. Ну а пока я его жду, я решила вам записать видео и ответить на вопросы, которые вы мне задавали по поводу Сингапура, университета, в Инстаграме. Так что, давайте ждем. Одна ли я живу в комнате в кампусе? Нет. Я уже, кстати, из кампуса переехала, потому что у меня закончилась моя программа, я выпустилась, получила такой сертификат. В кампусе мы жили с девочками, нас было четверо. Нашла ли я друзей в Сингапуре? Да. И это очень здорово, что у меня есть вот такая возможность просто списаться с кем-то в Инстаграм и просто увидеться. И вот сейчас придет чувак, Пьоза Утрейн, и он такой локал здесь, в Сингапуре. Очень-очень-очень много вопросов по поводу обучения в CIM, в Сингапуре Институтов Менеджмент. И если честно, у меня даже есть целый спецпроект. Я вот вот здесь вам оставлю подсказку, можете посмотреть. Я там отвечаю на все вопросы. Сколько стоит обучение? С какого по какое? Кто может присоединиться? Сколько вам должно быть лет? Обучение платное, 55 тысяч рублей, если переводить на из сингапурских долларов в рубли, это где-то 1100 сингапурских долларов, 1150. И в это обучение входит посещение Universal Studios, где мы были. И я так на самом деле радовала, потому что нам дали эти тикеты. А я думала, что как в Дивоострове мы должны покупать, в Санкт-Петербург есть Дивоостров, я думала, что мы должны покупать каждый тикет для каждого аттракциона. Но нет, мы приехали туда сразу же к открытию и гуляли там 6 часов. Вот, помимо Universal Studios в 55 тысяч рублей входит проживание, входит трехразовое питание. Но у меня с питанием, с азиатской едой просто проблемы. Я поэтому, видите, тут просто прихожу, сижу, захожу какие-то места с авокадо-тостами. Вот, в эти 55 тысяч рублей входит обучение в университете, лекции, классы. Вопрос, сложно ли учиться? Нет. Потому что в Сингапуре вот эта вот система образования, про которую нам все говорят, и я ее прочувствовала на себе. Это работа в группах, это работа в парах. И на самом деле, просто если у тебя есть какой-то вопрос, ты всегда можешь его задать преподавателю. И преподаватель сам вначале, там, на первом курсе, он спрашивает, не быстро ли я говорю, что мне сделать, а медленнее, немедленнее. И вы, как только приходите, вы начинаете работать с игрой. И потом эта игра уже перерастает в обучение полностью. У нас так было, например, с классами по экономике, и у нас так было, по-моему, с классом по рекламе. На самом деле, у меня вообще никого здесь нет из Санкт-Петербурга, из Москвы, из России в целом. И все здесь, они ребята все из Сингапура, из других стран, из Азии. Я на самом деле очень рада, что я вначале поехала на обучение, а потом еще осталась здесь жить, потому что вначале ты привыкаешь к еде, вначале ты привыкаешь к каким-то обычаям, традициям. Первый момент, да, первой моей недели была адаптация, и я рада, что она прошла именно с ребятами, именно с преподавателями, и именно с теми, вот с кем я была в кампусе. Как вообще попасть на учебу за границу? Это на самом деле кажется очень сложно, и особенно для России, потому что у нас всегда проблемы с визами, но если в этот вопрос углубиться, например, чтобы дать заявление в Сингапур, нужно пройти просто собеседование по скайпу, и нужно просто отправить свои баллы, и все. И там вот такая система очень удобная, что по сути образование, если ты ходишь на пары, и если ты учишься регулярно, то образование получается бесплатное, или вот с очень-очень-очень большой скидкой. Правда ли, что в Сингапуре так чисто, что подошва обуви остается идеально белой? На самом деле в Сингапуре реально чисто, здесь нельзя жевать жвачки, здесь на самом деле очень много запретов, из-за которых я вначале чувствовала себя немного некомфортно, но по поводу одежды и по поводу обуви в целом, да, здесь чисто, но не забывайте, что здесь также ездят машины, а машины также соприкасаются с дорогой, вот, например. Сильно ли вас контролируют? На самом деле нет, потому что это все есть, но оно на бумаге, и это все есть, но оно в теории. И я вначале, когда приехала в кампус, я думаю, блин, что ж такое, нам вообще там, знаете, нельзя будет не выйти никуда, только в кампусе сидеть, ездить там в университет, а в итоге мы с ребятами просто после того, как приезжали обратно в общежитие, да, ну, кампус тот же самый, мы сразу же собирались, либо шли на ужин, либо сразу же ехали там в город, и нас не сильно контролировали. Просто, как бы, если ты изначально даешь понять, что у тебя есть голова на плечах, и что у тебя есть вот эта ответственность, то все супер, и тебя не контролируют. Вот если ты сам просто идешь на контакт, то то же самое, например, у меня с родителями было несколько лет. Мы с мамой и с папой не то чтобы ругались, они просто мне задавали вопросы, а я из-за этого злилась. И дело в том, что если ты сам говоришь родителям, куда ты идешь, и если ты сам говоришь родителям, что я сейчас до двух часов ночи здесь, ну, к примеру, да, грубо говоря, то они уже знают, они не волнуются, и они не ругаются, и они меньше контролируют, потому что ты сам им говоришь, и ты сам им все это рассказываешь. Что за курсы? Это курсы недельные, которые длятся с 7, ну, в этом году с 7 по 14 июля. По выходу ты получаешь сертификат о том, что ты окончил такие-то курсы в Сингапуре. Стоит это все, как я уже сказала, 55 тысяч рублей с проживанием на кампус и так далее. Билеты, чтобы туда приехать, остаются на тебе, и твои личные расходы тоже остаются на тебе. Но, если честно, я вот за эту неделю потратила очень мало. И то, потому что я еще ела, то есть я потратила деньги на еду в основном. На самом деле, просто для меня Азия — это другой мир, и Сингапур, даже несмотря на то, что это как бы отдельное государство, и он меньше схож на вот этот азиатский мир, я все равно чувствую разницу. Я все равно понимаю, что я нахожусь не у себя дома, и я все равно понимаю, что иногда мне не так комфортно, как в Москве, и мне не так комфортно, как в той же самой Европе. Я, кстати, получила один комментарий, который мне понравился под последним влогом, мол, Лиза, ты вообще приехала, ты сама не понимаешь, ты не можешь на вас сказать, потому что ты сама не понимаешь, ты поступила или нет. И эта программа на самом деле нацелена на то, что ты приезжаешь и получаешь опыт, и хочешь, ну, видишь, как все на самом деле круто происходит в Невере, и ты поступаешь туда. Тест-драйв на неделю. Ехала, и у меня была не то чтобы надежда, я понимала, что если мне там понравится, я смогу там остаться, я смогу здесь учиться. Но я понимаю, что по приезду домой я, скорее всего, просто буду чилить, но Сингапур очень маленький город, и я уже за полторы недели обошла его, но у меня еще впереди очень много времени, поэтому я уже так заслаждаюсь просто моментом и реально уже живу. Сложно ли воспринимать лекции на английском языке? На самом деле я думала, что, ну вот, закончилась у меня учеба в школе, и будет как-то мне сложно, потому что нет вот этой вот интенсивной нагрузки, но ты как только приезжаешь, я не знаю, у меня даже не было вот этого барьера, и я сразу погрузилась в это обучение, и я сразу погрузилась в английский язык. То есть с первой секунды, как меня встретили в аэропорту, и вас, кстати, еще встречают в аэропорту. Короче, как-то так, если у вас еще будут вопросы, можете задавать мне их в комментарии, я буду отвечать на них, только, пожалуйста, не задавайте такие же, на которые я ответила в этом видео или в моем спецпроекте, который вы здесь оставите. Короче, я пошла на бранч, мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока, всех целую, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok